На границе Украины и Польши незаконно рубят лес на миллионы гривен, так утверждают местные активисты. Во Львовской области они нашли больше сотни срубленных деревьев. В сельхозе подозревают местных жителей, но сделать почти ничего не могут. Почему, выясняла Галина Якушко. Село Галовка, Старосамборский район. Во время похода в горы местные активисты обнаружили поваленные деревья. Насчитали 137 сосен. На стволах не было соответствующей маркировки, ни одного клейма. Скорее всего, их спилили совсем недавно, говорят активисты. Деревья здоровые, каждому не менее 20 лет. По предварительным подсчетам экологов, ущерб от этой незаконной вырубки минимум 2 миллиона гривен. Они не попадали под санитарную рубку. Это была самовольная связь. То уместная самовольная связь с саможивых деревьев. Есть лесник, который несет прямую ответственность, ответственность к своих покладенных обязанностям. Он несет прямую ответственность за сбережение леса. Работники лесхоза оправдываются. Мол, к вырубке не имеют никакого отношения. Это дело рук местных жителей. Якобы именно они массово рубят лес, обрабатывают во дворах, а потом продают. И все, в принципе, где-то живут с того леса. Есть одно такое село, где есть 12 лесопильных объектов. И в том самом селе живет лесник. То, как вы думаете, значит, ему завтра спали в хату, если не будет это, я буду... Контролировать такие незаконные вырубки теперь будет дополнительная охрана. Для этого заключили договор с частной фирмой. Какой и сколько придется платить, директор лесхоза говорить не хочет. Данные о срубленных деревьях экологи уже передали в прокуратуру. Следователи должны выяснить, кто все-таки уничтожил абсолютно здоровые деревья, на восстановление которых уйдет не один год. Глина и Кошки, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер Львовская область.